Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Молодой человек ведет себя странно, он не знал, что делать, но дружили долгое время, был секс. Потом начались ухаживания с его стороны, он предлагал жить вместе, но потом сам же приехал ко мне, когда я отказался ехать в поселок, где он жил из-за отсутствия работы. После чего у него началась депрессия, он уволился и начал работу в другом городе. Он звонил мне каждый день, никогда не пропадал, я к нему приезжал, но все было нормально, он признал нас парой, заботился, строил планы на совместное будущее и времяпровождение. Был рад меня видеть и не опускал от себя, но вскоре начались непонятки, то он утверждает, что мы просто друзья и я ему самый важный человек в мире, то у нас романтические отношения и мы вместе, это продолжается с марта месяца. На данный момент он снова утверждает, что мы друзья, обижаются на то, что он для меня любимый человек, а сам ревнует. Я не могу выбраться из этого данного круга, хочется стабильных отношений с этим человеком, я его люблю, он мне очень дорог, хотя порой это подходит на зависимость. Я пробовал молчать, игнорировать его, но он всегда мне пишет сам и выходит на связь, говорит, что сейчас не хочет отношений, секса и остального. Говорит, что дело в нем и он не хочет меня терять, подтверждает, что никого у него больше нет. Он может резко уйти в себя, начать игнорировать, а потом ведет в себя, сложно ничего и не случилось. Ну, первое, что хочется сказать, это то, что психологи не дают совет. Поэтому совет, по крайней мере, от меня вы не получите в этом смысле. Именно совет. Но я могу дать вам некоторую обратную связь на то, что вы написали. первое, что хочется сказать, это то, что речь идет о вашей привоженности, о недоверии себе, о страхе, вероятно, и о попытке обрести контроль за счет, собственно, ну, за счет молодого человека, за счет другого. И, конечно, в этом смысле, в этом смысле, вы, на мой взгляд, обречены на провал. Ну, потому что парадоксально, но когда человек, когда и чем больше человек хочет стабильности, когда человек хочет уверенности, когда человек хочет определенности, он, такое ощущение, сам делает все, для того, чтобы у него этого не было. Что я в данном случае имею в виду? Конечно, я имею в виду то, что вы будучи, ну, испытывая потребность в стабильности, испытывая потребность в какой-то определенности, что лично мне кажется вполне адекватным, лично мне кажется это вполне нормальным. Сами, как будто вы видите в этом, только возможность обрести данное состояние через другого человека. И вот это, как мне кажется, является серьезной проблемой. Потому что, ну, а что будет, если молодой человек вам не даст вот этой самой определенности? Что будет, если молодой человек не даст вам вот этой вот стабильности, как он вам, по сути, не дает этого сейчас? Понимаете? Ведь сейчас он вам этого не дает, но вы продолжаете хотеть, вот, хотеть, ну, какой-то уверенности, да, хотеть какую-то определенности и так далее. То есть это говорит о том, что вы как-то не готовы самостоятельно от себя, себе это дать. А хотите получить это в отношениях. И, конечно, это большая проблема. Собственно говоря, ваша зависимость, которую вы описываете, с этим связана. Она связана исключительно с тем, что вы пытаетесь обрести эту самую стабильность за счет молодого человека. Не за счет себя, а за счет молодого человека. И это, как мне кажется, является серьезной проблемой. Связано это, повторюсь, с тем, что вы себе не доверяете. Связано это, повторюсь, с тем, что вы как-то вот, ну, на себя как будто бы, да, не полагаете. Связано это с тем, что вы как-то вот, ну, себя, что ли, обесцениваете в этом смысле. И, на мой взгляд, это большая проблема. Проблема, которую нужно решать. Потому что, если ее не решить, то вы на самом деле рискуете спасть в еще большую зависимость, чем сейчас. Но я не уверен в том, что вы этого хотите. Вообще, мне кажется, что если бы вы этого хотели, да, если бы вас это как-то устраивало, то вы бы, вероятно, и не обращались бы к нам за помощью. Ну, в данном случае, получается, за советом. То есть, вот, не обращались бы вы к нам за советом. Раз за советом вы обращаетесь, значит, понимаете, что самостоятельно как-то справиться не получается. Поэтому речь идет, на мой взгляд, исключительно о том, чтобы учиться полагаться на себя. Речь идет исключительно о том, чтобы опираться на себя. И самостоятельно принимать решения относительно своей жизни. самостоятельно, а не, как бы, посредством, в данном случае, опоры на мужчину, который может сам, в принципе, и не знать, чего он хочет, который может, в принципе, сам не понимать, что ему нужно, то, что он говорит, да, иметь, условно говоря, какую-то выгоду от того, как сейчас, обстоят дела. То есть, он может получать выгоду от того положения, в котором сейчас находится. К сожалению. То есть, да, это может быть, ну, это может быть неприятно. Я с вами здесь согласен. И возможно, вы даже со мной не согласитесь в этом, скажете, что он молодой человек не такой, что он, что нужно ему другое, что он не пользуется ситуацией, а, условно говоря, сам от нее страдает. Я спорить с вами не буду. Просто именно совокупность этих факторов, факторов вашей привоженности, возможно, заниженной самооценки, возможно, страхов, и проблематики личных границ, вся эта совокупность делает вас, партнером в отношениях, не столь явным, не столь ярким, не столь реализующимся, что ли. То есть, в отношениях с другим человеком, роль, вот именно роль, играет он в основном какую-то вот такую, знаете, роль. Ну, роль, доминирующую роль, определяющую роль, играет он, а не вы. И вот это, пожалуй, является самым неприятным в этой ситуации. Потому что, получается так, получается так, как будто вы, вот, себя, по сути, да, ну, как-то вот, очень, очень сильно обесцениваете. Вот. И на мой взгляд, по отношению к вам, это несправедливо. Я, конечно, понятное дело, не знаю всех деталей, вот, и, может быть, где-то, где-то в чем-то, а, ну, ошибаюсь, вот, но я очень надеюсь, что вы сможете увидеть в этом, вот, то, такое, скажем так, рациональное зерно, которое поможет вам, как раз таки, увидеть проблематику и начать с ней, с этой проблематикой, в смысле, работать. Вот. А сейчас вы, как будто бы полностью себя, свою активность, да, вы подавили. Такую, можно сказать, позицию, да, вы как-то обесценили. Вот. И, в общем-то, чувствуете себя, ну, как бы, ни на что не влияющим. В этом смысле. И, да, это, это действительно правда, это действительно так, вы действительно на данный момент ни на что особенно не влияете, потому что всем управляет, как бы, в этом смысле, молодой человек, да, и молодой человек, ну, указывает и показывает, как ваше отношение сейчас сейчас. Ваши отношения выглядят, вот, в этом смысле. И, конечно же, вам это не нравится. Ну, само собой. А кому это, кому это понравится? Кому понравится, когда от тебя ничего не давится? И, естественно, это вызывает форстракцию, это вызывает какую-то болезнь, это вызывает, ну, вот, какую-то боль, да, например. Что, в принципе, на мой взгляд, вполне нормально. Вот. Но, честно говоря, честно говоря, я думаю, что и вы тоже получаете определенную выгоду, находясь в этом, ну, положении, вот, находясь в этом состоянии, вы тоже имеете какую-то выгоду для себя. Например, выгода такая, что вы не принимаете решения относительно своей жизни. Например, выгода такая, что вы ничего, как бы, не решаете. От слова совсем. За вас, как бы, решает, вот, молодой человек. И, если вам это не нравится, то изменить это можете только вы. И, вместо этого вы пытаетесь как-то, вот, молодого человека понять. Вместо этого вы пытаетесь как-то, ну, вот, что называется, в нем разобраться. То есть, условно говоря, вы такую мысль, такую мысль транслируете. Вы говорите, что молодой человек ведет себя странно. Вы говорите, что молодой человек, значит, у него, как-то вот, ну, семь пятниц, грубо говоря, на неделе, да, то есть, сегодня одно, завтра другое, вот. Вам это тяжело воспринимается, вами это тяжело переживать, потому что, ну, как-то вот, все так неопределенно, да, и так далее. Вот, и, возможно, это вызывает у вас определенные еще чувства негативные такие, например, как чувство вины, да, или, там, может быть, страха, или, может быть, что-то еще. Вот, все это, конечно, не может как-то вот не, ну, подавлять. То есть, вас это, скорее всего, подавляет. Ну, а делать-то что в итоге? Понимаете? А в итоге ничего, вы все оставляете просто как есть. Да, вы сейчас вроде бы обращаетесь за помощью, и вы в этом смысле молодец, большая, что вы действительно сделали первый шаг. Но дальше предполагается дальнейшее отстранение от мужчин. Дальше предполагается дальнейшее выстраивание личной границы. Предполагается демонстрация и продвижение своей собственной позиции, который у вас есть. А это, в свою очередь, вступает в конфликт. По крайней мере, по вашему вот мнению, да, это вступает в конфликт с вашими чувствами, то есть, вы можете сказать, что ну, а как же, вот я его, я же его люблю, вот. Вы можете сказать, я же, как бы, хочу быть с ним, например. И вот этот конфликт тоже необходимо разобрать. Где вы, где ваши, где ваши чувства к человеку, какие это чувства, какая у них, ну, направленность, да, нацеленность. Это с одной стороны. С другой стороны, а где в этом вы, то есть, что из этого направлено на вас? Что из этого вы хотите, ну, там, чисто вот, гипотетически, например, для себя? Да. Вот. То есть, что вы пытаетесь для себя, ну, получить в этом? Это тоже важно. Необходимо разграничивать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.